всем привет ребята я вам хочу сегодня рассказать о видео которое я посмотрел на днях видео называется почему мы уехали из сша назад родину я так понимаю россию и там так интересно человек перечисляет много причин что его не устраивает в америку в америке что не понравилось что им намного дешевле пользоваться там где-то другой стране и меня черт дернул дай посмотрю ну действительно может я что-то не знаю тут что-то такое в америке есть из-за чего надо отсюда убегать так вот знаете как я смотрю видео да то есть включил там на третьей минуте значит человек рассказывает что мы поселились в уаше анджелесе и кругом были бомжи и такой гадюшник и так все плохо так ужасно и нам очень это не нравилось так думаю ну понятно перематываю на минут пять-шесть вперед слушаю и он продолжает рассказывать что бомжи тунеядцы какие-то по улицам ходят там милостыню просят и им это так не нравится это так портит окружающий вид и все прочее так думаю понятно включаю еще минут на 5 7 вперед и он рассказывает что интернет очень дорогой там быстро интернет стоит столько денег ему это просто не по карману так хорошо перематываю еще на пять минут вперед рассказывает что что за фигня сша все должны ездить на машинах если у тебя нету машины то невозможно никуда попасть вот почему я тут обязан ездить на машине я хочу ходить пешком так понял еще вперед минут на 10 и он рассказывает что продукты и такие какие-то не по не такие не непривычные плохие там какие-то неправильные так хорошо еще дальше период перематываю и он рассказывает что вот теперь он сидит в россии и у него все замечательно ему все нам очень дешево и его хорошо кормят и все в таком духе ребята мне очень странно что такие видео набирают сотни тысяч просмотров представляете кто-то сидит и целенаправленно ищет почему в америке плохо жить и посидит в каком-нибудь своем воронеже в каком-нибудь урюпинске в каком-нибудь не знаю владивостоке и ломает голову так так надо найти причины почему в америке плохо жить и мне это я вообще думал над этим почему люди ищут какое-то оправдание чтобы ничего не менять чтобы никуда не ехать чтобы не искать новых возможностей у нас сейчас дождь кстати идет такой два дня уже ливень идет и вы знаете мне что удивительно ни разу я не видел чтобы в америке были вот лужи по колено и бедные пешеходы с трудом уворачивались от машин которые проезжают и обливают грязной водой вот я такого не видел в сша ни разу или допустим не работает ливневка и вода стоит просто по двери машины из невозможно выйти из-за того что просто затоплено все перед домом или там все на улице вот там держу там регулярно это происходило дождь это был просто дизастр все все городе тонуло машины легковые люди бросали у них ломался мотор из-за того что они буду заехали да там садился бодрее садилась а единственный транспорт который более меня проезжал это большие грузовые машины я уже отвык от этого ребята я привык к тому что в америке все окей с дорогами и люди которые строили они понимали для чего под дорогами проложены ливневки и во флориде это очень актуальный вопрос потому что здесь очень много осадков выпадает здесь очень большая важность вот давайте с одним парнем разбираться да смотрите какой общий знаменатель у всех этих претензий которые он ну как бы предъявляет сша давайте поразмышляем если человек только только приехал и у него нету возможности поселиться в нормальном районе за нормальные деньги где он селится он селится в дешевом месте и ну тогда не надо протестовать что там бомжи иногда ходят что нормально люди они не селятся там где бомжи нормальные американцы они живут хороших районах middle class или поприличней где вы никогда не увидите чтобы кто-то сидел на тротуаре и с бумажным стаканчиком там просил мелочь то есть такое действительно можно увидеть только больших городах там на югах чикаго на в нью-йорке там кое-каких районах в майами и лос-анджелесе но основная часть сша большая часть территории америки эта территория которая выглядит хорошо хорошо ухожена травка пострижена заборчики покрашены люди приличные поэтому видимо этим людям очень просто не повезло что они поселились в какой-то дыре которая дешевая которая окружена там какими-то бездомными и у него сложилось такое впечатление о том что ну вот все оказывается наверно вся америка такая хотя по ней надо поездить и вы поймете что она совершенно разная есть места хорошие если есть места вообще просто прекрасные где ты думаешь этому ну вообще а потом ты едешь другое место думаешь мне а тут какой-то свинюшник то есть это это есть в любой большой стране и америка она неоднородная вторая вещь которая ну как бы не устраивает этого человека это то что какие-то услуги дорого там дорого страховка дорого интернет коммунальные какие-то вещи то есть это дорого но давайте размышлять если бы он зарабатывал приличные деньги ну как американский нормальный middle class он бы жаловался на то что у него страховка дорогая или коммуналка дорога вряд ли то есть его проблема состоит не в том что страна неправильная его проблема состоит в том что он недостаточно хорошо зарабатывал давайте размышлять дальше там он жалуется еще на какие-то вещи ну допустим на то что в америке типа надо везде иметь машину вот ездить только на машине но не обязательно на машине можно ездить на велосипеде можно ездить на мотоцикле можно ездить не знаю на лодке своей нету какого-то обязательного правила чтобы в америке вы перемещались только на машине но просто так города построены что они занимают довольно большую площадь и чтобы вам попасть там на какое-нибудь место где вы допустим шопинг делаете то нужно 15 минут ехать на машине или попасть какое-то другое место где вы вечером друзьями в ресторане там посидеть решили туда нужно ехать полчаса в даунтаун или там какое-то еще третье место и туда нужно ехать тоже полчаса ну просто в америке так все организовано города большие и занимают большую площадь а это хорошо или плохо давайте поразмышляем большинство американцев живут не в высотных каких-то девятиэтажках а живут в прекрасных сингл-фэмили домах на как каждый из которых стоит на своем участке построен в каком-то сабдивижене и эти сабдивижены построены так чтобы людям было комфортно чтобы у них было перед домом газон чтобы у них был бэкер там какой-то газон свое пространство где можно там время проводить семьей собакой там бассейн поставить обычно сабдивижены они не стоят впритык друг друга а между ними есть какой-то барьерный кусок леса или озеро или красивый какой-то парк или бейсбольная бейсбольный стадион там зеленый то есть что-то такое что отделяет эти райончики друг от друга и когда вы смотрите с google maps как бы сверху то это выглядит как такая знаете приятная комбинация из зеленых насаждений и строений я прекрасно помню как выглядят советские города и в большинстве своем это ужасно это ужасно с любой точки зрения это слишком плотная застройка много серого бетона муравейники многоэтажные отсутствие детских площадок отсутствие нормальных парков где можно пойти с ребенком и погулять в америке везде где мы жили мы жили в иллинойсе мы жили в агайо во флориде везде я встречаю прекрасные большие парки или какие-то какое-то озеро какая-то зона отдыха пикник area еще что то то есть вы всегда можете найти место где вы можете провести целый день семьей и вы не увидите там чтобы не знаю какие-то это люди пили пиво сидя из горла на скамейке там да и вы как-то с ними там за место пытались драться такого в америке не бывает это нонсенс если это место для отдыха то там место две люди гуляют люди с детьми люди собачками им не нужно как бы конкурировать с кем-то да поэтому я думаю что то что американские города очень сильно растянуты очень как бы большую площадь сравнительно занимают это на самом деле здорово это не создает вот этого знаете конфликта между людьми то есть если вы в даунтауне то там сложно запарковаться там обычно платный паркинг и как бы люди ставят машины довольно плотно тротуру но как только вы выезжаете за пределы даунтауна как только вы оказываетесь в обычном пригороде то вы видите что у людей там драйвей на драйвее там по четыре по пять машин стоит лодка стоит там яхта или гидроцикл вы видите что дороги не загружены то есть нету какой-то дикой конкуренции да то есть довольно спокойная езда но если это конечно не лос-анджелес лос-анджелес просто славится на весь мир своими сумасшедшими пробками своим трафиком что еще не понравилось этому человеку ему не понравилось что в америке еда какая-то вот какая-то непривычная и но это смешной такой стереотип что русскоязычная публика в америке ищет русский магазин чтобы купить там гречку черный хлеб что там селедку халву какую-нибудь еще какую-нибудь ерунду вы знаете ребята когда мы увидели какое количество в сша разнообразных вот представители разных наций живет и в кухне каждых каждой из этой нации есть такое разнообразие продуктов которые ну мы просто не умеем и готовить может быть да мы потихоньку учимся и мы просто научились что какие-то блюда мы готовим также как раньше а какие-то блюда мы научились готовить по-новому например блюдо там какой-то средиземноморской кухни блюдо из рыбы там или морепродуктов блюдо из каких-то овощей как это готовят в карибском регионе да или как это готовят в мексике или Как это готовят итальянцы Поэтому я не думаю, что надо Делать большую трагедию Из-за того, что вам селедки негде купить На нашем фиш-маркете Столько видов рыбы Лобстеров, ракушек Всевозможных там Мидии, устриц, креветок великолепных Я не знаю, у меня что-то Даже никаких воспоминаний По поводу этих селедок у меня нет Ну это стереотип А вторая вещь Мы заметили, что Как бы Приезжие, они очень часто Отовариваются в каких-то больших Огромных гроссарей, ну как Волмарт Как может быть Костко Или еще какие-то большие Торговые центры И они думают, что Это стандарт Еда, которая там продается, это стандарт На самом деле это не так В Америке продуктов продается Огромное количество, если Например, вы следите за своим здоровьем И кушаете много овощей Вы просто идете в сеть магазинов Как Есть такая Фреш-маркет Торговая сеть Это прекрасные магазины Ориентированные на На то, чтобы продавать здоровое питание Или вы идете Whole Foods Еще один прекрасный магазин Да И там продукты, может быть, стоят Чуточку дешевле Дороже Там каких-то несколько Там может центов Может не знаю Там 5-10 процентов дороже И вы можете покупать там продукты Которых, ну допустим В Волмарте нету Или где-то еще нету Потом есть Обычно фермерские рынки Это Такое, как бы Традиционное место Есть в каждом большом городе Где по субботам Или по воскресеньям Проводится Туда привозят Окрестные фермеры Свою продукцию Которую они выращивают сами Например Томаты, которые продаются В Волмарте Мне не нравятся Но есть фермерский рынок И там прекрасные помидоры Которые люди выращивают У себя дома На своей ферме Или допустим Люди продают там домашние яйца Или люди продают Мед домашний Или еще что-то Что-то домашнее То есть огромный список И вы там можете Прекрасно это все приобретать Не надо из этого Трагедию делать Что вот какие-то продукты Неправильные Там в Волмарте Я нашел какую-то фигню И там много консервантов Ну так не бери эту фигню Купи что-то здорового питания На фермерском рынке И давайте чтобы вот Просто подытожить Если пройтись по всем претензиям Какой-то семьи Которая Там Побыла какое-то время в Америке Не знаю там год И уехала назад В свой там Урюпинск условный То В основном Претензия состоит Не в том Что Америка Не такая страна А претензия состоит В том Что цены Для них Непривычные И Из-за того Что они не нашли Как реализовать Свой потенциал Как зарабатывать деньги Как зарабатывать Как делать Какой-то приличный бизнес Они просто не нашли Чем заниматься Они побыли На какой-то Низкооплачиваемой работе Пожили в каком-то районе Где бомжи там ходят И Потом Садятся И делают видео На ютубе 136 Причин Почему мы Покинули США И Мы счастливы От того Что мы Уехали Очень смешно Для нас США Это страна В которой К вам Относится Как к человеку Как к личности Куда бы вы Не пришли Даже если вы Просто Подходите К магазину Другой человек Придержит вам Дверь Понимаете Если вы Выезжаете Со второстепенной Дороги И вы Стоите С включенным Поворотом Поток Транспорта Который Едет По основной Полосе Остановится Кто-нибудь И подождет Пока вы Выедете Со второстепенной Дороги Понимаете Если вы В левой Полосе Едете Быстрой Полосе Да Но вы Едете Не 60 миль В час А не знаю 50 миль В час То вам Никто Не будет Сзади Моргать Дальним Светом И сигналить Что Типа Освободи Левую полосу Я тут Еду Быстро Нет Ну вас Объедут Просто По правой Полосе Если вы Совсем Медленно Едете Понимаете И есть Очень много Таких Вот Вещей Которые Я не знаю Если их Перечислять Мне это займет Наверное Весь Оставшийся День Когда Когда Ты Удивляешься К нам Как К людям Относится Когда Когда Мы сидим Где-то В ресторане Официант Говорит Мне Сэр Ну Не потому Что я Выгляжу Как Сэр А Просто Он Ну Всем Клиентам Мужского ПО Говорит Мою жену Сотрудники Или там Какие-то Какой-то Персонал Когда Мы Где-то Бываем Называют Мэм Не Эй Женщина А Мэм Или Леди И вы знаете У меня Есть Три Дочери И я Знаю Что Они Вырастут И Своё Время Они Поймут Тоже Разницу Потому Что Никогда Не будет В Америке Такой Ситуации Чтобы Кто-то Ну Допустим К ним Относился Как К Людям Или Ну Как Не так Как Это Принято Относиться Допустим К Мужчинам И Не будет Делать Между Ними И Между Между Женщинами Между Мужчинами Не будет Делать Разницу Если Они Придут Куда-то Работать То Им Будут Платить Так же Как Если Мужчина Будет Работать И Зарабатывать Допустим 15 Долларов Час И Моя Дочь Приходит И Она Тоже Может Будет Делать Такую Же Работу Она Будет Получать Точно Так же Есть Огромное Количество Причин Почему В Америке Вы Можете Свой Потенциал Реализовать Просто Невероятным Образом Как Нигде В мире Но Для Этого Нужно Иметь Видение Предпринимателя Нужно Быть Позитивным Человеком Который Умеет Видеть Возможности И Поэтому Если Кто-то Приехал Покрутился В Америке Там Несколько Месяцев Пожил В каком-то Дешевом Районе Походил В какие-то Дешевые Магазины И потом Пишет Мы Здесь Не нашли Ничего Такого Чтобы Нам Нравилось Больше Чем Там Где Мы Жили Раньше Замечательно Это у Человека Просто Неразвито Зрение С помощью Которого Можно Видеть Возможности До свидания Пожалуйста Тут 340 Миллионов Населения И очередь На въезд Гораздо Больше Чем Очередь Желающих Уехать Понимаете Поэтому Еще в размышлениях Вы взвешиваете Какие-то Какие-то Факторы То Обязательно Дайте себе Шанс Приедьте И попробуйте Потому что Если вы Человек Который Готов Меняться Готов Учиться Если у вас Есть видение Если у вас Есть предпринимательское Мышление 100% Вы найдете Здесь для себя Возможности Построить Новую Прекрасную Жизнь Я уверен В этом